Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Поздравляю вас с наступившим 2024 годом! Хочу вам пожелать счастья, здоровья, исполнения всех ваших заветных желаний, чтобы этот год был для вас насыщенным, полным ярких впечатлений, и чтобы удача сопутствовала вам во всем. У нас уже обед, 1 января, и я решила снять для вас видео про мои пустые баночки. Пустые баночки за месяц декабрь, уже ушедшего 2023 года. К сожалению, у меня не получилось в конце года снять такой ролик, так что снимаю уже сегодня, 1 января. И по традиции я начну с продуктов по уходу за волосами. Запаситесь салатиками, бутербродиками, шампанским для просмотра видео, потому что ролик, я думаю, будет долгим. Итак, первое, что я вам покажу, закончилась вот такая линейка от марки Herbal Essences. Это последняя, которая вообще у меня была в запасах, больше нет. Так, здесь у нас шампунь и бальзамополаскиватель, бережное очищение, мицеллярная вода и голубой имбирь. Линейка очень мне понравилась, что шампунь, что бальзам, приятно. Пахли, волосы очищали, они были, знаете, такие вот гладенькие, но не то, что прям как прилизанные, нет, просто гладкие, такие струящиеся, легкие. Я этой парочкой осталась довольна. Да и вообще все шампуни из этой линейки от компании Herbal Essences мне очень нравятся. Голос у меня периодически то громче, то тише, но как могу, так и снимаю, девчонки. Так что извините. Дальше. Еще продукт у меня закончился. Это уже вторая баночка. Хочу приобрести еще и третью. Это эликсир для... Где-то у нас написано. Ну вот. Эликсир. Глубокое восстановление для волос от компании Faberlic из линейки Expert. Очень мне нравится. У него приятный аромат. Наношу в основном на кончики. И мне нравится, как работает. Он их смягчает. Они потом не опушатся, не торчат в разные стороны. Так что я очень довольна. С продуктами по уходу за волосами мы закончили. В этом месяце вот так. Немножко всего закончилось. И самая, наверное, большая категория, которую у меня получилось прям так подбить. Это продукты по уходу за телом и за лицом. Две категории, получается. Прям так хорошо у меня пошли. И давайте начнем. Первое. Это гелик для душа. Закончила я два от компании Ifroche. Лакомая ежевика и апельсин шоколадь. Я думаю, многие знают эту лимитированную коллекцию. Новогоднюю. И что хочу сказать. Почему я взяла их в уход. Хотя со сроком годности все было прекрасно. Эти гели, они стали менять свою консистенцию. Менять вообще цвет, в принципе. Но я думаю, кто смотрел мою уходовую косметичку, тот знает. И многие блогеры, девчонки, тоже говорили, что у них произошло то же самое. Хотя со сроком годности все прекрасно. Но знаете, каково было мое удивление, когда я обнаружила у себя в запасах еще две вот таких абсолютно баночки. У меня есть еще гель лакомая ежевика и апельсин шоколаде. И хотя я покупала их уже гораздо позже, но с ними произошло абсолютно то же самое. Изменилась консистенция. Хотя ароматы остались такими же, как и были. Они прекрасные. Они никак не трансформировались. Но вот только дело в консистенции. И, допустим, если гель апельсин шоколаде еще был хотя бы более-менее густоватый, то вот этот лакомая ежевика просто как вода. Я, конечно, расстроена, но уже больше их не купить. Потому что, ну, это лимитки были компании Фрэше. Так что, если у вас в запасах они есть, девчонки, обязательно берите, используйте. Потому что, ну, если... Ладно, запах еще остается нормальный, да, но консистенция уже меняется. Так что я не вижу смысла у себя в запасах их оставлять, хранить и так далее. От марки Элсэ Косметикс или Эль Косметикс. Закончился гель для душа. Привет, зима! Покупала в подружке. Здесь у нас увлажнитель Гидрованс. Также экстракт клубники, винограда, ежевики, клюквы. Очень приятный, такой прям рождественский аромат. Каким-то ягодным, вкусным рождественским пуншем пахнет. С большим удовольствием использовала. И он мне очень понравился. И стоит он, кстати, бюджетно, ну, рублей где-то 150-200, но не дороже. Еще один гель закончился от компании Фаберлик. И обнаружила, что в запасах еще один такой же есть. Скоро я буду снимать свой многосерийный сериал про запасы уходовой косметики. Так что ждите. И здесь у нас гель для душа. Грушевая парфет компании Фаберлик. Очень тоже нравится. Такой приятный кондитерский аромат. Здесь груша не как вот там, допустим, в варенье либо в джеме, а груша прям сочная. Прям, я не знаю, сорт этот, как же он называется, я забыла, конференция. Вот. Сорт конференция груша она прям такая сочная. Вот. Так что гель мне очень понравился. Он хорошо пенился. Пены было достаточно. Густоватенький такой немножко. Ну, в меру. То есть и не сильно жидкий, и не сильно густой. Среднее что-то. И еще два геля для душа закончились. Это марка Organic Kitchen. Горячий шоколад с маршмеллоу и сладкие леденцы, по-моему, ну, как-то так он назывался. Ну, в общем, ладно, сладкие там какие-то леденцы. У меня были лосьоны для тела, закончились в ноябре, вот в декабре закончились гели для душа. Смягчающий и питательный. Ароматы приятные, но вот этот, я уже говорила, который вот с конфетками, он для меня пахнет линейкой Малиновый Мильфей, прям один в один. А вот горячий шоколад, ну, как-то аромат горьковатый, какого-то дешевого горячего шоколада. Мне он не особо понравился. Ну, и повторять, конечно же, я больше не буду. Далее продолжим с вами скрабами для тела. Первый закончился от марки Synergetic натуральный сахарный скраб, глубокое очищение питания, карамельное яблоко и ваниль. А поначалу, когда у меня в начале декабря пропали вкусы, запахи, но у меня не коронавирус было, а просто вот я заболела и, в общем-то, я как бы особо аромат не чувствовала. Когда уже у меня запахи более-менее вернулись, я пользовалась этим скрабом, аромат чувствовался прям вот очень вкусный, хотя в начале я не чувствовала аромат и хотела вообще этот гель ругать в пустышках за то, что он ничем не пахнет, но оказалось, что проблема была не в этом скрабе, а во мне, в общем-то, так что аромату этого скраба приятный, кожу он хорошо скрабировал, никакого раздражения, сухости, либо еще чего-то не вызывал, я осталась довольна. И от этой же марки у меня закончился солевой скраб для тела, эластичность и сияние кожи, сандал, или сандал, и ягоды можжевельника. Аромат здесь был тоже приятный, я чувствовала прям можжевельник, очень приятно, но так как он солевой, он раздражал мою кожу, были такие красные точечки оставались, какие-то красные пятнышки. Банку мыла, ну просто вот у нас, видимо, жесткая вода или мягкая, как она там отличается, и в общем-то, вот такие вот штуки все равно остаются, как банку не мой, но я все-таки люблю показывать баночки чистые. Я ничего против не имею, когда показываю там немножко грязноватенькие, да, там либо после душа капельки есть, но вот это личное дело каждого, я люблю показывать вот чистые. Вот, поэтому скраб в принципе неплохой, но так как он солевой, мою кожу он раздражал. Аромат приятный, но так как здесь содержится соль, приобретать больше не буду. А если ваша кожа спокойно реагирует на солевые скрабы, то обязательно попробуйте. У сыночка закончилась жидкая мыла детская хомикит, наконец-таки. Просто мне этот аромат уже настолько надоел. Раньше я покупала ушастый нянь, потом она у нас пропала с пятерки, и я стала покупать вот это с экстрактом оливы и алоэ вера. Мне не очень понравился аромат, и в общем-то больше приобретать его я не хочу. Наконец-таки купила ушастый нянь, и будем теперь пользоваться только им. Далее у меня закончился антиперспирант, жемчужная красота, Невея. Это какая-то у них новая серия выходила. Жемчужная красота ведь есть, да, спрей для тела, вернее, антиперспирант. А сейчас какое-то вот такое они выпустили в ноябре, то ли в декабре, уже не помню. Ну, в принципе, неплохо. Я заказывала на Валберес, защищает хорошо, но оставляет пятна, которые не отстирываются абсолютно от одежды, да, вот из области подмышек. И также вот им нужно, знаете, на балкон, наверное, выходить, брызгаться, потому что если это делать в ванной комнате, то там просто потом такое облако, и, в общем, дышать нечем, потому что такой аромат схожий чем-то вот с каким-то ароматом парфюма, вот, но, в принципе, неплохой, защищает, ну, вот есть минусы, то, что он немножко рисковатый и то, что оставляет пятна на одежде, ну, а вы уж уже решайте сами, приобретать вам или нет. Закончился у меня также спрейчик для тела, а вернее, это расслабляющий мист для сна из линейки Dream Therapy с мелантонином от компании Faberlic. Очень приятный, использовала на ночь, позволяет, вернее, помогает хорошо засыпать, вот, я осталась довольна. Не знаю, буду ли приобретать снова, пока что не хочется, так как часто пользовалась, поднадоел уже, но вам могу посоветовать. В линейке Dream Therapy очень много продуктов есть, и маски для лица, и расслабляющие, вот это вот, масло для душа, и лосьон для тела, в общем, ничего только нет. В этом месяце у меня даже получалось принять ванную, муж приехал с командировки, так что появилась возможность. Я использовала вот такую штуку, это гейзер для ванн, ну, что-то типа бомбочки для ванны, приходила мне в посылочке от Мариночки, не показывала в уходовой косметичке, потому что я не знала, будет ли у меня возможность принять ванну, но вот возможность появилась. И, в общем-то, я вам ставлю фотографию, как она выглядела, хорошо бурлила, пенилась, шипела, здесь был аромат цитрусовый микс, вот классная бомбочка, Мариш, тебе большое спасибо. И еще я использовала соль для ванны с пеной, молоко с медом от компании Фаберлик, это новинка из линейки Я люблю зиму, тоже хорошая соль, использовала за один раз, по-моему, да, за один раз я ее использовала, приятный аромат был, я осталась довольна, и там уже соли нет, но упаковочка до сих пор очень приятно пахнет. А аромат, кстати, вот у этой соли, молоко с медом, идентичный, как вот раньше, помните, был бальзам для губ от марки Невея, молоко с медом, и вот прям один в один. Так, еще у меня закончился аромат от марки Brocard из линейки Кафе Гурман, это Мадлен. В общем, знаете, какие-то у меня такие противоречивые мнения сложились, он мне и понравился, и не понравился, но, в общем, честно, на четверку с плюсом. Вот, в принципе, неплохой, коробка такая, немножко продербаненная, залитая соком, ну, в общем, ребенок игрался, вот, аромат, в принципе, мне понравился, поначалу как-то я забраковала, потом он мне уже понравился, вот в конце декабря я закончила там за пару дней до конца года, здесь у нас миндальное какое-то печенье, в общем, здесь букеты жасмина и лилий, присыпан бело-розовыми лепестками миндаля, сердце аромата согрета пряной бальзамической ванилью, какао и каплей талуанского бальзама, а мускусный шлейф окутывает шелковой вуалью, ну, в принципе, да, здесь ощущается и малина, а ваниль, вот, приятный такой аромат, понравился, вам тоже могу порекомендовать, но сама, наверное, приобретать я больше не буду, но если вы такие ароматы любите, сладкие, с такой легкой горчинкой ореховой, то это для вас. С продуктами по уходу за телом мы закончили, переходим к категории уход за лицом и полостью рта и ночное с ухода за лицом. Первое, что закончилось, показываю сразу два продукта, это компания Гарнье, линейка гиалуроновой алоэ, гель-пенка для умывания с водой, очищает и сужает поры и тоник для лица, придает ощущение свежести и заметно увлажняет. Данная линейка предназначена для всех типов кожи и даже чувствительной. Очень мне понравилось, гель хорошо кожу очищал, но я бы не сказала, что это гель-пенка, потому что это был самый обычный гель, который, естественно, пенился как пенка, поэтому как-то так. Тоник действительно хорошо освежал, данной линейкой я осталась довольна, приобретала каждый бутылечек за 249 рублей в магазине Пятерочка, там еще есть, по цене, к сожалению, не помню, сколько стоит сейчас, но вот я брала в ноябре либо в декабре, так что хорошая. Кожа действительно не сушит, никаких раздражений и высыпаний не вызывает и для чувствительной кожи подходит идеально. Далее закончился у меня скраб для лица, и не знаю, что это за марка, наверное, Beauty Visage, киви-скраб, возрождающий кожу, очищает, насыщает витаминами, нежно отшелушивает, разглаживает, придает коже сияние. Действительно приятный скраб, но киви, конечно, он пах отдаленно, наверное, какой-то такой конфетный киви, вот, ну, в принципе, я осталась довольна, очень нежной, кожу не травмировала, скрабирующие частички были такие, довольно мелкие, и я тоже довольна. Ну, по поводу отшелушивания ничего сказать не могу, но очищал он хорошо. Закончился у меня вот такой продукт, это увлажняющий аквафлюид для лица, тоже такая немножечко продербаненная упаковочка, но ребенок играется, я думаю, ничего страшного, кафе Мими Марко, это сок алоэ вера у нас здесь, и масло опунции. Вот такой вот флюид, я использовала его сначала по утрам, потом только на ночь, и потом опять утром. Получила в подарок от Мариночки, Мариша, большущая тебе спасибо, хороший флюид, действительно кожу хорошо увлажняет, у него очень приятный аромат, такой аромат свежести, с чем-то таким кисленьким, мне он понравился, очень такой он был легонький, быстро впитывался, белого цвета, вот, я прям довольна. Сама такие штуки не приобретала, вот меня Мариша познакомила. Так, ну и давайте еще покажу подарочки тоже от Мариночки. Здесь у меня тканевые маски, я брала на месяц пять штук, первая закончилась, это марка Вилента, маска для лица восстанавливает тонус, придает коже жизненную силу, увлажняет, питает, с таежными ягодами и вербиной, очень был приятный аромат, к сожалению, забыла оставить лекало, там был, короче, тигренок, ну такая прям красивая была масочка, мне понравилось, ну вот, замоталась, забыла, выбросила, но поверьте, на слово, очень красивая. еще у меня закончилась от марки Skinlight, черная пузырьковая маска древесный уголь, пузырилась она хорошо, причем с двух сторон, вот, и тоже хорошая, отлично очищает кожу, и я заметила, что после ее использования черные точки, как бы, знаете, такие менее заметные становятся. Далее от марки Kurima закончилась маска Matcha, зеленый чай Matcha, тоже приятно освежала, я всегда говорю, и в пустых баночках, и в уходовых косметичках, и в покупках, что от тканевых масок я жду всегда увлажнения, освежения, немножко, чтобы они выравнивали тон лица, осветляли кожу, они мне это дают, я довольна больше, пока я ничего от них не требую, и от этой же марки закончилась масочка с гиалуроновой кислотой, Aqua Control, тоже приятно освежала, хорошая, и закончилась еще вот такая маска, в общем, здесь у нас черный жемчуг, лекала я оставила, когда у меня муж командировки был, я ему сбросила фотографию себя в этой масочке, ну, просто прикольнулась, и он мне пишет, ну, прям, как змея, в общем, вот такое вот классное лекало, посмотрите, просто, какая красота, мне очень понравилось, и с другой стороны, просто черненькая, вот, тоже хорошая маска, она приятно пахла, отлично кожу увлажняла, прям, знаете, когда вот я пользуюсь тканевыми масочками, ощущение, как будто, я не знаю, это нанесла себе какой-то огромный патч, такой, прям, холодящий на лицо, либо просто у тебя вода находится на лице, и прям, ну, настолько они освежают, и вот я слышала, что многие люди, ну, не многие, но кто-то, да, не очень любят тканевые масочки, и из моего окружения такие люди есть, ну, я не знаю, конечно, я немножко не понимаю, потому что, блин, это же такой кайф, поэтому, девчонки, если вы не очень любите тканевые масочки, попробуйте, вот, когда вы, я не знаю, устали, там, после трудового, тяжелого дня, и перед тем, как наносить на лицо, немножко охладите ее в холодильнике, это просто настолько будет свежесть на лице, что прям, вот, я не знаю, ну, в общем, я кайфую от тканевых масочек, вот, Мариш, тебе огромное спасибо за подарочек, еще раз, уже благодарила, но еще раз, я не устану говорить спасибо, дальше, закончились, девчонки, я вас немножко шатнула, простите, закончились также вот такие патчи, покупаю их пятерочки, здесь, три сошетки, и в каждой получается по две патчи, три пары всего, патчи для ухода за кожей вокруг глаз, вот, в общем, вот так они как-то там называются, бывает, что-то там, вот, хорошие патчи, очень нравятся, это именно, знаете, вот те патчи, когда налепила и пошла заниматься своими делами, ничего не сползает, никуда там не стекает, ну, в общем, я довольна, и всегда их покупаю в пятерочке, и еще у меня закончились ягодные патчи, гидрогелевые, для кожи, для зоны вокруг глаз, увлажнение, свежий взгляд, гиауроновая кислота, экстракт арбуза от марки Floresan, приобретала их в магазине FixPrice, классные патчи, приятный, свежий аромат арбузный, хорошо увлажняют, и тоже, это именно те патчи, которые налепила и пошла заниматься домашними делами, вот такие патчи я очень люблю, здесь у нас 16 вот таких вот сашеточек, указано, что они увлажняют питают, уменьшают отеки, темные круги разглаживают гусиные лапки, но по поводу гусиных лапок я ничего сказать не могу, возможно у меня их нет просто, отеки, ну каких-то прям отеков нет, но темные круги под глазами у меня имеются, конечно, они их не убирают, ну может быть только немножко высветляют там после использования, но спустя время все появляется опять, это просто недосып, и в общем, я думаю, сложно его убрать патчами, хоть каждый день их делай, увлажняют, да, питание какого-то, но я не заметила, увлажнение, освежение дают, и мне этого достаточно, еще для лица закончился у меня крем оливковый от марки Невская косметика для сухой, нормальной кожи, питает, смягчает, регенерирует, повышает упругость, очень люблю этот крем, у него запах какого-то прям парфюма такого очень вкусного, хорошо увлажняет, питает кожу, я довольна, покупаю такие кремушки часто, уже не первый год, и вот очередной у меня закончился, сейчас мы переходим с вами к продуктам по уходу за полостью рта, и покажу еще так же продукты по уходу за губами, начну с полостью рта, закончился у меня ополаскиватель от компании Фабелек, из линейки Нуки, с грейпфрутом, очень его люблю, хороший, периодически его покупаю, конечно, цена у него не бюджетная, стоит он, по-моему, 189 рублей, здесь у нас 250 миллилитров, это, конечно, не бюджетно, я считаю, маленький такой объемчик, но он хорошо освежает, у него приятный вкус, и я довольна, ну, иногда, конечно, покупаю его, но не часто. Закончилась зубная паста от этой же марки Фабелек, линейка Хами Гаки с розовой солью, но я уже говорила, по-моему, уходовой косметички, что мне как-то на вкус не очень понравилось, действительно, была такая слегка солененькая, зубная паста неплохая, хорошо очищала, освежала, ну, вот вкус мне как-то поднадоел, больше приобретать не буду, у меня еще была с чаем матча, тоже как-то поднадоела, и я решила, что вот у меня там еще два варианта остались, но приобретать повторно вряд ли я вообще их буду. вот такую зубную пасту я покупала в магазине фикс прайс, это лесной бальзам, забота природы, органические масла, восстановление десен, минерализация, ой, реминерализация эмали, с кедровым маслом, в принципе, неплохая, все, я уже начинаю заговариваться, неплохая зубная паста, понравилась, приятно, освежала, очищала, но мне кажется, это не новинка никакая, это вот просто зубная паста кора дуба и экстракт пихты от марки лесной бальзам, просто в такой вот новенькой упаковочке, вот, но мне эта зубная паста нравится, так что я с огромным удовольствием ее использовала, и продукты за губами, закончились, у меня два бальзама, которые я хотела закончить, у меня это получилось, я брала, конечно, еще один бальзам блистекс, но до него у меня руки не дошли, потому что вот этого малыша рика, девчонки, я использовала долго, очень долго, не один год, и он у меня закончился, это бон аппетит, тути-фрути, у него прошел срок годности, и дело знаете в чем, мы с мужем покупали его в двадцать первом году, почему я это запомнила, потому что я тогда с мужем, как раз мы после свадьбы ходили в Литуаль, вот, покупали мне туалетную воду, и в общем, я на кассе увидела бальзамчик, но я даже внимания не обратила, какой у него срок годности, срок годности у него, вот, наверное, был до восемнадцатого года, мы покупали в двадцать первом году, я вот его уже истратила в двадцать третьем, хоть он и просрочился, но ни консистенция, ни аромат, ни свойства, ничего не изменилось, так что я его закончила, ничего страшного в этом не вижу, использовала только на губы, вот, абсолютно чистая баночка, просто ватной палочкой измазала все, очень приятно был аромат, до сих пор еще остался, может быть, себе эту баночку оставлю, туда что-нибудь перекладывать, может быть, какой-то кремушек, или, в общем, какой-то бальзамчик, который там у меня уже будет заканчиваться, но еще не решила, бальзам классный, я бы хотела приобрести себе такой новенький, либо вот с вишней, или с малинкой, или вот с шоколадом, вот, просто вот из этой линейки, солнышко село, и у меня тут резко так в кадре потемнело, пришлось включить свет, еще бальзамчик, который я закончила, это лейпсмейкер кока-кола, абсолютно, вот видите, до конца все там выгребла, очень приятный, прям вот идентичный аромат газировки кока-кола, мне нравился, но эти лейпсмейкеры мне уже поднадоели, и, наверное, на 2024 год этот в Project Pen я не буду брать бальзамы лейпсмейкеры, хочется какие-то другие использовать, просто эти, они очень сладкие на губах, и вот прям когда случайно облизнешь губы, то вот это вот все потом в общем во рту, в общем, надоели они мне, вот пока что хочу немножко с ними притормозить и попользоваться другими бальзамчиками, переходим к продуктам по уходу за руками и ногами, закончилось вот такое детское мыло с ароматом малины и ежевики, здесь объем 1 литр, покупала в Fix Price, забыла показать уходовые косметички на месяц декабрь, просто у меня в ванной комнате стояло, там немножко, где-то, наверное, вот столько оставалось немножко и в общем да, израсходовала, хорошее мыло, приятное, аромат был такой ягодный, классный, возможно, буду покупку повторять. Далее, для рук у меня закончилось мыло из новогодней рождественской линейки компании и фраше, это как у нас там, зимние пряности и морозное личи, очень приятные ароматы, тоже понравились, у меня еще есть гели для душа, кремы для рук, вальзамы, ну вот, как всегда, мыло, почему-то у меня первое идет использование из новогодних лимиток, хорошо очищала кожу рук, аромат приятный оставался, никакой сухости, стянутости, ничего не было, так что я довольна. Для рук я закончила крем из линейки Love & Moments компании Фаберлик, это прошлогодняя лимитка, медовый пряник, хороший кремушек, тоже в начале, когда я только заболела, в начале декабря, я им пользовалась и думала, странно, почему он ничем не пахнет, но это я уже потом поняла, когда узнала, что у меня вкус и запахи пропали, вот, а когда уже все это вернулось, то я услышала аромат этого крема, он был очень-очень приятный, такой действительно, знаете, медовый пряник с корицей, вот даже здесь какой-то имбирный пряник чувствуется, не только медовый, и очень жаль, что больше не приобрести, жаль, что приобрела только в одном экземпляре, больше нет, вот, но крем действительно классный, поэтому, если у вас в запасах есть, то обязательно берите, пользуйтесь, и он, знаете, такое новогоднее настроение немножко мне поднимал, которого, честно говоря, под конец года не особо-то было, немская косметика, крем для рук облепихово-глицериновый, питает, увлажняет, витаминизирует, способствует сохранению молодости, тоже приятный пах, хороший крем, отлично кожу увлажнял, питал, я осталась довольна, повторной покупки не будет, потому что у меня очень много кремушков в запасах, но если бы у меня их так много не было, то я бы этот повторила, и такой вот крем я использовала для рук, это марка Люр, мне дарила бабушка мужа, там у меня было в наборе их два, один я подарила, один оставила себе, и здесь вот биокрем для рук увлажняющий, с алоэ вера и глицерином, в принципе крем неплохой, но он как-то вот знаете впитывался плоховато и оставлял какую-то липкость, плюс если на руках у меня были какие-то мелкие там, я не знаю, трещинки, может быть там вот эти вот порезы, да, от холода, когда кожа прям трескается, лопается, я кстати узнала причину своих вот этих вот рук, что происходит, ходила к дерматологу, в итоге у меня аллергия на холод, нужно пить таблетки, пользоваться кремушками там специальными для рук, потому что вот кожа так реагирует и на бытовую химию тоже, хотя я пользуюсь в перчатках, но вот как-то все равно что-то случается, касаемо этого крема, если какие-то были порезы на руках или еще что-то, щипал просто безбожно, поэтому я поняла, что так мучиться я не могу, тем более в период обострения, когда у меня кожа вот здесь была прям ярко-ярко-красная, то просто щипал еще хуже, так что я перевела его в категорию ухода за ногами, и конечно, даже когда на ноги наносила, он все равно контактировал с кожей рук и тоже щипал, слава богу, что закончился, приобретать такой естественно я не буду, и давайте вам еще покажу продукты, которые использовались для ухода за руками, это подарочки от Мариночки, от марки Диликея, салфетки детские влажные, 0+, без липкости, приятные такие были, нежные ароматы, вот что-то цветочное, хорошие салфеточки, большое тебе, Мариш, спасибо, и еще вот такие закончились, просто мимишные детские, тоже марка Диликея, влажные салфетки, 0+, без спирта, тоже были хорошие, тут по-моему было штучек 8 где-то, вот, такие вот маленькие, классные, с уходовой косметикой мы закончили, давайте теперь посмотрим, что у меня закончилось из бытовой химии, первое, что покажу, это от компании Фабелик из линейки Хом, косметика для уютного дома, ультракондиционер для белья, ароматерапи, 3 в 1, золотая органа, очень был приятный аромат, хороший кондиционер, рассчитан на 30 стирок, я как бы даже не знаю, насколько нам его хватило, ну, наверное, где-то месяц пользовались им, хороший кондиционер, приятный оставался, аромат на белье, отлично он смягчал, так что я довольна, хочу приобрести и другие, которые есть в линейке, у меня был восточный пион, как-то, вот, хочу еще его повторить, и попробовала также золотую органу, потому что на нее были очень хорошие отзывы, дальше закончилась средство для мытья посуды, это бальзам концентрированный для мытья посуды, с клубникой, по-моему, клубника со сливками назывался, не написано, а, ну да, вот, обволакивающий аромат клубники со сливками, очень приятный аромат, пахнет конфетками, кто помнит, раньше были Малибу, такие вот стекляшечки, леденцы, клубника со сливками был вкус, и вот это аромат этих самых конфеток, очень приятный, хорошо очищает посуду, пены много, отлично пенится, я, конечно, водой не разбавляла, а вот просто на мочалку и мыла посуду, вот как было, так и было, так, и еще у меня закончился гель ультра концентрат для мытья посуды, это у нас лесная земляника, по-моему, лесная земляника, да, аромат спелой лесной малины, не техники, а малины, вот, тоже очень приятный, я люблю скетство от компании Faberlic для мытья посуды, в основном беру те, которые по скидке, так, еще у меня закончились по стандарту, как и всегда, влажные салфетки, всегда беру в магазине FixPrice, детские салфетки, мы их с рождения используем, это прям для меня ностальгия, когда мы сыном еще в роддоме лежали, и вот такие вот софткер, это уже голубенькие, с хлопком, я в основном их пользую для каких-то домашних нужд, все, у меня уже, язык меня покидает, много сегодня болтаю, так, и закончился у меня вот такой чай, т.с. хочу вам посоветовать, хоть это и уже еда пошла, но чай классный, приобрести можно в пятерочке, успокаивает девчонки нереально, так что мамочки, кто в декрете, у кого может быть там просто какая-то бывает там, да, в общем, что-то нервное, то вот чаечек прям классный, чайный напиток с ароматом бузины, вот, релакс, реально релакс, вот, позвольте себе расслабиться, отдохнуть, травяная композиция, и здесь у нас содержится вербена, помогает восстановиться при переутомлении, прям вот то, что нужно, мелиса уменьшает раздражительность, аромат цветков бузины добавляет пикантную ноту напитку, яблоко нормализует обменные процессы, лаванда успокаивает нервную систему, шиповник повышает сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды, в общем, классный чай, мне он очень понравился, еще вот такие вкусы есть, я бы их тоже протестировала, возможно, приобрету, так что берите себе на заметочку. Девчонки, ну что ж, вот такое видео у меня получилось, первый мой ролик в этом году, кому понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, а также подписывайтесь на мои каналы, YouTube, Telegram, канал, Яндекс, Дзен, как всегда, я оставляю все ссылочки в описании под роликом, и пишите, что из того, что я вам сегодня показала, вы пробовали, что вам понравилось, что не очень понравилось, я с большим удовольствием почитаю ваше мнение, а также пообщаюсь с вами в комментариях, пишите также, как вы отметили этот Новый год, что готовили, я с большим удовольствием тоже почитаю, возможно, что-то возьму себе на заметочку на следующий год, так что не стесняйтесь, пишите комментарии, я общение очень люблю, и еще раз, как и всегда, я поздравляю вас всех с Новым годом, хорошего настроения, отличного дня, и всем пока-пока!